Всем привет! Под одним из последних видео у нас в комментариях появился вопрос, почему я использовала Present Perfect, а не Present Perfect Continues в предложении Очень многие действительно путаются, поэтому мы решили записать небольшое видео, чтобы развеять все ваши сомнения. Сегодня разбираемся с этой темой. Меня зовут Вероника, и это Puzzle English. Мы не будем тратить время на то, чтобы узнать, как образовывать эти два времени. Я подготовила для вас несколько примеров – положительные, отрицательные и вопросительные предложения. Вы их сейчас видите на экране. Если вы не до конца уверены в том, как правильно образуются эти времена, нажмите, пожалуйста, на паузу и изучите этот момент. А мы пока движемся дальше, именно к отличиям этих двух времен. Тот пример про то, что я живу тут всю жизнь, мы разберем в самом конце, когда нам уже будут понятны все основные моменты. А пока начнем сразу с конкретных предложений, которые помогут нам понять отличия. We've painted the walls in the bedroom. Мы покрасили стены в спальне. Законченное действие. Finished action. Мы не знаем, когда это было. Мы знаем, что это произошло, и что это имеет результат в настоящем. Стены другого цвета. Второй пример. We've been painting the walls in the bedroom. Мы знаем, что стены начали красить когда-то в прошлом, и до сих пор красит. То есть действие незаконченное. Unfinished action. И похожий пример, чтобы закрепить. We've thought about buying a new car. Мы подумали, думали о покупке новой машины. Законченное действие. Подумали в прошлом. Как сейчас уже непонятно, что мы там надумали. А второй пример. We've been thinking about buying a new car. Мы думаем, то есть это незаконченное действие. Мы знаем, что когда-то в прошлом мы начали думать о покупке, и знаем, что все еще об этом думаем. Разобрались, да? Давайте теперь посмотрим, как быть не может. Если мы хотим сказать, я съел сэндвич утром, имеется в виду этим утром. Какое время мы сможем употребить? Present perfect or present perfect continues? I've eaten a sandwich this morning or I've been eating a sandwich this morning. Конечно, только первый вариант. Этим утром мы завершили какое-то действие. Чувствуете разницу? И эту завершенность нам также могут помочь показать already и yet. I've already been there. Have you seen this movie yet? I've tried this pizza already. I haven't watched it yet. Следующий момент. Present perfect continues помогает нам увидеть именно действие, именно сам процесс, в то время как present perfect сосредоточен на результате. I've been drawing that for hours. Это прям подчеркивает время. I've been cleaning it all morning. Все утро. Очень долго. Опять выделяем время. Нам также нельзя забывать про stative verbs. С ними мы обычно не используем present perfect continuous. Вы уже точно о них слышали. See, be, know, like, love, believe, want и многие-многие другие. То есть, если вы кого-то начали любить когда-то и до сих пор любите, это будет не present perfect continuous, а present perfect. Или вы встретили кого-то в прошлом и до сих пор знаете его, и хотите использовать глагол know, то вы будете также использовать present perfect. I've known him for years. I've known him since 2008. И вот мы плавно подъехали к нашему изначальному примеру. И вот тут небольшой секрет. С глаголами work, live, learn, study можно использовать и то, и другое. И смысл будет одинаковый. То есть, предложение взаимозаменяемое. Ну что, стало понятней? Нам очень нравится, когда вы задаете вопросы. Поэтому, если что-то осталось непонятным, мы будем рады вам помочь. Заходи на Puzzle English и там больше информации на эту тему, больше разных примеров и много разных упражнений. на эту и другие темы. И напоследок, потренируемся? Напиши в комментариях, в чем разница между следующими двумя предложениями. Спасибо, что сегодня были с нами. Пока-пока!